Вопрос по поводу, какая там техника заброса и используется ли раскачка. Но я так вряд ли кидал с отводным поводком. Да, отводной мы так нахрен запутаем весь. То есть если мы сделаем отводным вот так, а потом вот так вперед, то все это вот так вот полетит вот туда. Что-то не могу вспомнить, ну ладно. Понятно. Схема какая? С отводным поводком всегда в принципе одна и та же схема. Какая бы удочка у вас в руках не была, там трехметровая или 2,40, какой бы отводной поводок не был, 7 грамм или 40 грамм, мы всегда вот так вот аккуратно, достаточно аккуратно, ну я по крайней мере так делаю, это самая стабильная схема заброса. Так вот назад отходишь, ты стоишь как бы на двух ногах, потом делаешь шаг вперед и в это время резко забрасываешь. То есть получается такой мощный, динамичный заброс, но при этом отводной складывается, груз четко летит вперед, приманка там сзади как-то за ним волтузится. Но так меньше всего путается. Если мы говорим с оттяжкой, если мы говорим о там забросе таком хлестком, когда резко назад, потом резко вперед, но это в основном только джик, потому что отводной там вот так вот сделает во время заброса. То есть только плавные, но это не мешает нам делать охрененно сильные, но при этом плавные. Ну да, конечно. Как насаживать слах, правильно? Как, так, вопрос, как насаживать слах, как и что? Поженить, сейчас будем женить. На самом деле, да, классные, интересные вопросы. Мы, я с вами хотел это обсудить, я вот тоже подготовил разные приманки, потому что, ну, много вопросов в соцсетях, много просто я рыбаков там где-то встречаю, вижу или там задают вопросы на форуме. И я понимаю, что, ну, есть вот какие-то, ну, условно говоря, зарекомендовавшие себя схемы, самые лучшие варианты оснащения, да, и очень много ошибок. Кто-то там маленький овсетник использует, кто-то из тоненькой проволоки, и он при этом очень хочет поймать крупную рыбу. Блин, у тебя будет единственный шанс, ты с этим тонким овсетником точно все профукаешь. Ну, не поймаешь ты крупную, ну, скорее всего, то есть может повезти, и ты ее вытащишь. Но, короче, ошибок много, и поэтому, ну, это с моей стороны ошибок много. То есть я не говорю, что кто-то из вас там ошибается. Хотите делать по-другому – делайте, но я вам попытаюсь предложить ту схему, которая отточена и показала свою эффективность в спорте. А спорт – это все-таки, ну, является мерилом. Либо ты делаешь хорошо, и тогда ты можешь рассчитывать на результат, либо ты делаешь дерьмо, и не так хорошо, но тогда у тебя результат тоже соответствующий. Вот. По поводу слага и по поводу вообще насаживания силикона на овсетный крючок. Так, есть у нас слаг. Ну, такой незамысловатый слаг. Частая ошибка. Частая ошибка то, что у нас овсетник насаживают каким-то вот таким замысловатым образом. Что-то вот как-то вот так вот. И даже если размер этого овсетника оптимальный, а я примерно нарисовал, ну, я могу тут что-то накосячить немножко, но в принципе я нарисовал такую оптимальную размерность овсетника под этот слаг. Может быть, немножко махнул лишнего. То есть, может быть, он… Может быть, вот так вот тоже было бы неплохо. Вот. Ну, в принципе, я в крупном овсетнике вижу только плюсы, особо минусов я не вижу. Ну, вот эта схема крайне хреновая, на мой взгляд, потому что держится хуже. Приманка как-то… Может, я сейчас еще здесь нарисовал, а в реальности вживую она вообще там как-то странно выглядит. Короче, рисую, как, на мой взгляд, идеально насаживать овсетный крючок. Ну, что-то я тут… Идеальный вариант – это когда у нас достаточно близко утоплено ушко к нашей приманке. Вот здесь вот ушко овсетника. У нас овсетник вот здесь вот внутри. Оп. Ну, тут я тоже махнул, конечно. Ну, и вот так вот. Такая схема и приманка более гармонична, и держится она гораздо дольше, и, ну, летает при тех же рывках, при тех же потяжках, так классно из стороны в сторону. То есть, ну, вот это вот основная схема, которой, ну, в принципе, вообще все пользуются, но почему-то до сих пор достаточно часто я вижу вот эту хрень. Ну, как бы предостерегаю от хрени. Да, с топорком пользуюсь. Можно вот сюда. Вопрос – пользуюсь я с топорком. Есть два эффективных механизма, которые продлевают жизнь приманки. Первый – это стопорок. Резиновый стопорок. Кто-то его изготавливает сам, кто-то использует покупные. Неважно. Стопорок. Мы его одеваем здесь на крючок, и, в принципе, вот здесь вот просто поджимаем им приманку. Приманка, да, живет дольше, но во время тренировок я пользуюсь такой схемой, но при ней, при этой схеме холостых поклевок больше, так как морда у нас при этом стопоре во время поклевки, она, как правило, не слетает. У нас слетает отсюда только тело. То есть мы, ну, у нас слаг или наша приманка может вот только кивнуть в эту сторону. Не знаю, какое выбрать оптимальное положение. Вот так вот видно? А так видно? Ладно, все, оставим в этом положении. Холостых поклевок больше. Реализация хуже с таким вариантом. Есть еще вариант с пружинкой. Ну, наверняка многие знают, о чем я говорю, с пружинкой. Когда мы… Я здесь же нарисую, чтобы не перерисовывать. Когда здесь одевается такая специальная спираль, на эту спираль одевается, вкручивается наша приманка, и она держится именно на этой спирали. Но с точки зрения тренировок, поиска рыбы или той ситуации, когда мне не нужно поймать, я пользуюсь этой спиралькой, это ты реально, ну, продлевая жизнь приманки, может быть, в два, может быть, в три раза. То есть, ну, это ощутимая большая разница. Но, опять же, реализация крайне плоха. И на соревнованиях или в тот момент, когда нужно получить максимальную реализацию со всетным крючком, никаких вот этих вот спиралек и никаких вот этих вот стопоров, я убежден, быть не должно. Хотелось бы вернуться немножко к теме отводных поводков. Скажи, пожалуйста, Андрей, лично для тебя отводной – это исключительно течение, либо на стоячке ты тоже его применяешь? Я на стоячке его тоже применяю. И вот я рассказывал о том примере, когда было совершенно гнусное озеро с огромным количеством ила, и на микроджик там клевало плохо, ну, может быть, микроджик двигался достаточно быстро. На всякие другие микроприманки тоже плохо клевало. Отводной реально приносил результаты, и выиграли те соревнования тоже на отводной поводок. Вот это частный случай. То есть, да, озеро с тухлым дном, да, отводной работал. На водохранилище бывает отводной работает. Да, соглашусь с этим. Но вот если мы говорим про речку, и мы говорим про оппозицию с берега, то отводной работает, ну, мне сложно оценить, в каком процентном соотношении. Может быть, 90%, может быть, 95%, может быть, даже больше. То если я окажусь на водохранилище и попытаюсь раздраконить там пассивного хищника с какой-то точки, почему-то в стоячей воде эффективность отводного просто вот катастрофически падает. То есть, ну, такое ощущение, что его эффективность там 20% или 30%. На некоторых точках удавалось доловить рыбу на отводной поводок. Но я последнее время уже, ну, реально редко в стоячей воде пользуюсь отводным поводком. Ну, если вдруг возникнет необходимость использования на стоячей воде отводного, ты будешь заморачиваться плавучестью, ну, не приманки, а снастки, приманка плюс крючок. То есть, будешь ты или стараться, чтобы она была там суспендером там, или либо тонула, либо наоборот всплывала. То есть, по течению, понятно, вопросов нет. Течение сделает свое дело, выровняет леску. А именно в стояке. Вот сколько я не экспериментировал с всплывающими приманками. Вообще хрень получалась. Ну, ничего не получал. Не клюет. Это именно в отводном. Именно в отжиге тоже. Нет, нет, именно в отводном. Про мандалу мы сейчас не говорим. Мандала работает. Именно про отводной, да. Сейчас, секунду. Я не вижу ничего плохого, если приманка будет естественно, медленно тонуть. Но мне так кажется, что это естественно. Единственное, я для отводного люблю не овсетники, не с толстой проволокой. Они должны быть такие утонченные, потому что у тебя и фрикциончик достаточно мягко настроен, и вообще у тебя такая снасть лайтовая. Нет, ну, есть варианты хардкора, когда, вот как я рассказывал, 0,33, там крупная рыба, там все по-другому. Там и крючок должен быть соответствующий. А так, в принципе, я люблю тоненькие, вот максимально тоненькие овсетники. И на них прям мне очень нравится, как играет приманка, и мне кажется, рыбе тоже. Ну, по крайней мере, я отталкиваюсь от количества поклевок, а именно на тонкий овсетник тоже клюет больше. Понятно, спасибо. Ну и получается медленно тонущая приманка. А сейчас микрофон. Еще один вариант насаживания, когда просто пробивается крючком в передней части. Ну, в дропшоте часто это используют. Просто пробивается. Да, 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 я понимаю. Ну вот, я бы, да, я понимаю. Как правило, ты отводным поводком ловишь в каких-то относительно сложных местах. Ты не ловишь по, ну, это у меня, может быть, так складывалось, по песчаным барханам на отводной. И достаточно много микрокоряжек или крупных коряжек, или обрывистых бровок. И, как правило, открытый крючок достаточно часто будет цепляться. Поэтому я такой монтаж не использую. Вообще цели применения такого оснащения при дропшоте и так далее. Это свободная игра приман, более свободная игра приман? Да, да. Вот, например, когда мы ловим баса... Вы применяете ее? Вот, напали, к примеру. Несколько раз вы говорили, что ловили дропшотом пассивного судака. Сейчас я вспомню. Да, там стоял именно маленький крючок и башка у приманки была таким образом насквозь пробита. Но вообще, почему я ее применяю? Потому что это, в принципе, классическая схема басятников. Если бас очень капризно настроен, если он плохо клюет, там есть разные градации. То есть ты используешь отводной поводок, ой, отводной поводок. Дропшот когда? Когда бас не хочет гоняться, он стоит, его как-то там прижало, изменение погоды у него там, ну, условно, не знаю, пусть голова болит, неважно. Вот он стоит в таком полукоматозном состоянии, а там есть еще и разные градации дропшота. То есть когда бас в полукоматозном, но все-таки не совсем в умершем таком состоянии, ты можешь использовать вот такой вот вариант. И это будет являться более грубой подачей отводного поводка. Приманка будет, ну, как-то менее естественно дергаться, если мы именно говорим про, ой, не про это одно, я говорился про дропшот, да, конечно. Приманка будет менее естественно дергаться, мне кажется, она будет просто менее привлекательной. И по опыту тоже могу сказать, что если мы в дропшоте используем вот такой вариант, а бас крайне скверно настроен, то количество поклевок просто минимальное. но все меняется, когда мы на дропшоте используем тот вариант, который вы сказали, пробивая через голову, используем маленький крючок. И при этом еще у нас этот крючок скользит по основной леске, и он ограничен двумя стопорами. То есть получается, ты немножко подыграл, подыграл, кверху поднял, груз на дно опустил, леску более-менее натянута держишь, а приманка в это время, она была в верхней зоне, она так медленно вниз делает, упирается в нижний стопор, ну и как-то там либо зависает, либо в таком положении зависает. Но, как правило, она не успевает прямо там долго зависнуть, у тебя там следующая фаза рывков начинается. Но это прям такой супер лайтовый дропшот, то есть когда вот рыба вообще там просто вот такая, вот такую схему использует. Может быть продолжим тогда в российских условиях, где применяете дропшоты, достаточно часто или нет? Да редко, в российских условиях применяю редко. Я вот помню, мы года 4 назад с Андрюхой Живиным применяли дропшот, поймали на дропшот. Мы нашли судака, это был точно судак, мы поймали его то ли 3 дня назад, то ли 4 дня назад, ну а он стоял в стае на достаточно пологой бровке. Мы ловили на джик, попробовали и более легкие груза, и более тяжелые груза, и ну там, нифига, грубо говоря. А потом дня через 3 вернулись к этой же стае, рыбы было гораздо меньше, и вот как раз таки единственная оснастка, которая позволила что-то изменить, оказался дропшот. То есть я опустил там, что-то долго дергал, 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 потом дергал в другом месте, ну короче рыба начала отзываться. Надергал, да, надергал. Но сколько я в других ситуациях не пробовал, что-то как-то не очень. То есть когда вот ты реально видишь судака, он не настроен, почему-то легкий джик чаще срабатывает. Ну например, если ты ловишь в классике там 22, 23, 24 грамма, то в этой ситуации ты ставишь, допустим, 12 грамм. И приманка, и подача такая медленная, такая плавная. Очень эффективно это делать именно на джиголовке, потому что джиголовка с силиконовой приманкой становится таким единым целым. И мне так кажется, что приманка более естественно выглядит. Ну по крайней мере на легких грузах с джиголовкой и с разной по размеру с силиконовыми приманками сама по себе подача и ловля, она такая более качественная получается. Ну почему-то дропшот пока не зашел по нашей рыбе. Не получается. Мы продолжаем экспериментировать, пока не выстреливает. Но так часто бывает. То есть мы используем много разных техник. Вот опять же вопрос по поводу каролинской оснастки. В том числе и каролину используем, и ратлины активно используем, и ну там всякие разные наработки. Вот рассказываю то, что работает, а многое не работает. То есть нет смысла разговаривать о том, что не работает. Каролина, ну отводной лучше. Вот в принципе каролина тоже неплоха, но отводной чем хорош. У тебя груз лежит на одном месте, а при присутствии хоть легенького течения в точке, ты там чуть сюда, чуть туда, чуть сюда, чуть туда. Реально просто на одном месте. С каролиной так не получится. Ты там что-то пытаешься, вроде по логике вещей. Ну с лодки я гораздо реже ловил на отводной поводок. Может быть с лодки бы эта идеология, она как бы была более удачной. Но с берега не работает, не получается. То есть с отводным получается, с каролиной не получается. А плавающую резину и броню ничего не говорить, не использует ли вообще? Я пробовал, ну никакой особо рыбы не поймал. Вопрос был про плавающую резину, как она работает, ну там, и работает ли вообще. Не, у меня не работает. У меня королка, допустим, на 60% носим, уберем кубак на швейке. Ну да, я понимаю, конечно. А какое преимущество, мы сейчас говорим о плавающей резине, какое преимущество плавающей резины? Микрофон дадим? А, сейчас, вот сюда. Тапок в холодной воде. Ну мне кажется, в первую очередь это имитация там кормящейся рыбки со дна, в первую очередь, как для меня. Это если взять там твистер Азимен или что, то есть вот, ну это та же мандула, в принципе, просто может у нас просто реже мандулу мы используем, потому что зацепов больше и как бы течение у нас агрессивно. Ну, мандула в холодной воде действительно хорошо работает, вот по плавающей резине, я бы не сказал, что она прям так суперкруто работает, не, ну поймать можно, но поймать можно практически на все что угодно. Поэтому, ну, не посоветую. Не мое любимое направление плавающая резина. Пробовал, но как-то не выходит. А сейчас давай с микрофоном. Не, это нам слышно, а всем остальным не слышно. Сейчас я шпаргалку. Обсуждаем многие виды ловли, хотелось бы поговорить теперь о спиннербейтах вообще в российских условиях. Вы работаете в их разработке, вот овергрин тот же. Что-то делается в этом направлении по два шла, то есть выездите часто в Европу там и так далее? Не, ничего не делается. Ну, расскажите вообще за них. Что же у нас тут такого, где их можно применять? Не, ну спиннербейт, прикольная приманка. В принципе, если сильно хочется, можно применять и в российских условиях. Если есть затопленные какие-то там кустики деревца, если мы ловим среди камыша, но где нет таких вот прям тины, скажем так, да, такой плотный камыш стоит, то спиннербейт там применим. Я сам ловил, ну как бы щука реагирует, щука клюет. Но есть более эффективные способы, есть резина без загрузки. В эту резину, ну как бы нет, есть слаги без загрузки, есть виброхвосты без загрузки. Есть, иногда они просто не так хорошо работали. Соревновательная практика показывала иное, то есть спиннербейт именно давал более лучший результат. Ну, соответственно, мы могли туда подсаживать в юбку и твистер, и что-то иное. Это было на соревнованиях? Да, конечно. А что за соревнования? Ну, кубанские соревнования, которые часто проходят у нас тоже, региональные соревнования. Это в Лиманах, соответственно, да? Да, в Лиманах. Ну и на степняках очень удобно им как бы на Краснодарский лад пахать стену. То есть это достаточно быстро, с мультом. Не я один. Множество спортсменов, порядка там 10 пар, 15 лад. И выиграли на спиннербейт. Да. То есть 50-60% рыбы было поимено именно на спиннербейт. Ну, интересно. Интересно. Рядом говорят, что он заливает, но... Заливает. Я не услышал, извиняюсь. Ну, опыт моих там друзей, моих спортсменов, мой как бы говорит о том, что, ну, наверное, мы гораздо реже ловим щуку на глубинах метр-два. То есть мы все-таки, да, мы все-таки чаще ориентируемся на рыбу, которая там торчит от 4 метров и глубже. И у нас она гораздо реже, крупная трофейная рыба, бывает на глубине метр-два. Может быть, если бы у нас... Ну, то есть, получается, мы пошли больше развиваться в сторону джига, в сторону, там, эта приманка лучше, эта подача хуже, джига-ловка или шарнирное соединение. У вас другое направление, вы экспериментируете с приманками, которые лучше всего работают там на глубине от нуля, там, до метра, до двух. Ну, и как раз вот вопрос на тему, может быть, какой-то из этапов пройдет, ПАЛ, пройдет у нас в лиманах. Может быть, и пройдет, не исключаю. Рассматривался такой вариант вообще? То есть, не именно лиманы, не именно лиманы, то есть, подобные водоемы, то есть, все достаточно узко стало. Я не слышал, нет, о таком варианте я не слышал. Плохо. Но было бы интересно, конечно. Было бы интересно. Еще можно вопрос, вот я вам на форуме на ПАЛ задавал этот вопрос уже по поводу басовых палок, их качество работы с плетеными шнурами именно на вываживании. Да, помню. Да, но хотелось бы более масштабнее его задать. Вы в Мексике хорошее видео выложили, в котором показывали, почему у басятников такое количество снастей и описывали... Это ЮАР было. ЮАР? Да. Ну, недавно, последний ролик. Ну да, да. Да, да, ЮАР, ну неважно. Ну, в общем, речь там шла о том количестве и зачем это все нужно. То есть, у нас, получается, сейчас МИДа направление взяло такое джиговое достаточно. Ну, в принципе, да. Ну, условно, условно, да. А может быть, в российских условиях можно создать там, палки для спиннер-бейтов, для кренков и вообще, как бы, настроить российскую публику на то, что нужно применять плетеные шнуры, более мягкие, флюрокарбон, нейлон, примерно, на топ-вотерах. То есть, он же не тонет лучше. То есть, расскажите вообще в целом подбор снастей. Может быть, у нас тоже будет в лодках не одна-две палки с плетеными лесками, восьмижильными и басовыми палками именно. Может быть, будет их большое количество с разным характером. Ну, там, на самом деле, вся эта схема, она не из пальца высосана, там по-другому просто не получается. То есть, тебе в день нужно различных техник, ну, пять, шесть или семь. И для своей приманки своя определенная и палка, а палка, потому что леска разная. Для каждой приманки разная леска. Например, топ-вотер. Ты им ловишь по поверхности. Не секрет, что флюрокарбон это тонущая леска. Ты с топ-вотером можешь его использовать, но если ты кидаешь недалеко, допустим, там, на 20-30 метров, если ты его зафигачишь там метров на 50-55, то, как правило, первые пять метров он у тебя пройдет по поверхности, потом он начнет вот так вот подныривать после твоего каждого движения. Поэтому топ-вотеры это как бы равно монофил. Это отдельная снасть, потому что монофил толстый. Мясорубку мы поставить туда не можем, не полетит, дальность будет плохая. Именно поэтому используем мульт. Идем дальше, например. Дропшот. В дропшоте основная леска используется 7-либровый флюрокарбон. Ну, там, 7-8 либров. Нужна легенькая палочка до 10 грамм, нужна катушка с мягеньким фрикционом, безинерационная. И это полностью у тебя снасть будет готовая под дропшот. Вторая снасть. Там третья, говоря, условно, снасть. Это различные, там, ну, не знаю, такие вибы, там, чаттербейты могут там быть. В этой же линейке могут быть там кренки. В принципе, если... Ну, некоторые любят более мягкие удилища для кренков использовать, тогда это вообще еще одна снасть для кренков. То есть, нам для кренков отдельно нужна палка более мягкая. И, как правило, там, опять же, достаточно толстый флюрокарбон. Там третья палка уже. Четвертая палка, какие-то варианты Техаса. Ну, как я просто вспоминаю, какие снасти мы использовали. Ну, неважно, в принципе, что мы используем, но дело в том, что мы там... Берем Техас. На Техас должна быть... Самый оптимальный вариант леска, там, 12 либров. Чтобы она у тебя комфортно летела на этом Техасе, тебе надо использовать мульт. Опять же, мясорубка здесь не подойдет. Отдельная снасть. Хочешь ловить на тупоттеры, там должен стоять монофил. Отдельная снасть. Хочешь ловить на дропшот, там должен быть 7-либровый флюрокарбон. Больше он особо вообще нигде не применяется. Опять же, отдельная снасть. Именно поэтому каждая приманка, это как бы вот приманка и целая снасть отдельная. Но у нас по-другому. У нас очень многие моменты можно перекрыть там двумя удочками, там. Одна до 14 грамм, другая до 25. Ну, а почему так? На российских соревнованиях, ну, 50 на 50, джиг и пластиковые приманки металлические. И все это применимо и нужно. Просто не хватает. Слушай, смотри, все очень просто. Ну, на мой взгляд, очень просто. Если бы мы могли в басовой теме гораздо чаще использовать плетеную леску, там бы не нужно было столько комплектов. Потому что плетенка не тонет. Она подойдет и со спиннербейтом, она подойдет и с чаттербейтом. Ну, то есть там гораздо меньше снастей бы было в лодке. Но дело в том, что ты вот парадокс. Ты будешь ловить с плетенкой, сегодня бас будет более-менее там, ему будет более-менее плевать, а завтра, это парадокс, но это действительно так, он будет подходить к приманке, ну, условно говоря, не знаю, видеть плетенку, разворачиваться и уходить. Ну, я не знаю, что... То есть видит он действительно. Но он реально напрягается, когда плетенка, да. Мы попадали в эту ситуацию вообще, ну, там, огромное количество раз. И попадали и в мутную воду, попадали и в прозрачную воду, в совершенно разную воду. И он реально напрягается плетенкой. Я помню с Вадимом Гиндиным мы стояли то ли в двух соседних лодках, то ли вообще в одной лодке. Я ловил на флюрокарбон прозрачность, вот такая вот воды была, вот такая прозрачность. Казалось бы, какая разница там вообще вот в такой воде. Я поймал, не знаю, там, семь, восемь, девять басов, пока он там то ли полупоклевочку какую-то увидел, то ли там решил снасть поменять. И зачастую таких, ну, вот примеров просто. То есть бас, он совмещает в себе огромное количество поведения разных хищников. И он то может его что-то напрягать, то не напрягать. То есть там вариативность просто бешеная. У нас все-таки, я считаю, что по-другому. У нас, там, не знаю, ну, нет такого понятия. Нет, возможно, в жерехе, там, в прозрачной воде плетенка, да, как-то может там повлиять. Ну, я у меня пока только, ну, там, не знаю, не до конца, я уверен, все равно. А в щуке, в судаке, в окуне, ну, на мой взгляд, плетенка никак не влияет. Ну, не напрягает эту рыбу плетенка. Спасибо. Вот, сзади там вопрос. Андрей, сейчас. Сейчас, секунду, ладно? Хорошо. Андрей, такой вопрос. Пробовали этот лодной поводок совместить вместе с воблером? И эффективен ли такой лов? Да пробовал, даже какую-то рыбу поймал. Ну, что-то мне не показалось эффективным. А пробовать дальше стоит? Разлавливать? Я что-то закончил с этим направлением, мне не понравилось. Спасибо. Андрей, в продолжение вот этой темы, флюр или плетенка, да? Что вы выбираете при ловле на течении и глубине на воблеры? И влияет ли это, ну, на игру воблера, выбор снасти? И вопрос еще следующий. Сколько на мульт наматываете флюра? Ну, практически в борт. Ну, в борт шпули. То есть, ну, не 50 метров там? Нет, нет, не 50 метров. Более, да? Если ты намотаешь 50 метров, то рыбалка, конечно, станет более комфортной. Те кидать проще, у тебя бород меньше, но при этом дальность, ну, тоже прилично упадет. Поэтому для достижения максимальной дальности я наматываю прямо в борт шпули, но при этом нужно понимать, что это самая опасная ситуация. Тут чуть что-то пойдет не так, и как бы гораздо проще все забородит и все запутается. А есть какие-то фишки? Да нет, я думаю, только накат. Ну, как бы сколько ты ловишь, как ты чувствуешь ту снасть, которая у тебя в руках. Думаю так. Ну, ты будешь затягивать, ты будешь пережимать, у тебя не будет бород, ну и не полетит никуда. Ну, а что касаемо, влияет ли флюр или плетенка там на грубе воблера на глубине? Ну, про какую глубину мы говорим? Ну, 3-4 метра, к примеру, так. Ну, касаясь наших, допустим, тут речек. Мы говорим больше про какие-то твичевые варианты или про крэнки? Ну, и то, и другое используем. Ну, конечно, конечно, плетенка влияет не на игру крэнка, а на горизонт его проводки. Все очень просто. То есть, чем выше мы поднимаем палку, тем, ну, допустим, мы берем трехметровый крэнк. Мы можем использовать некую условную среднюю леску полторашку. Поднимем палку кверху, он пойдет там на глубине 2,5-2,60. Опустим к поверхности и будем кидать на дистанцию там метров 40, ну, на приличную дистанцию. Он пойдет в районе трех метров. Если засунем удочку в воду, он пойдет глубже. Это позволяет нам одним и тем же комплектом снастей ловить на разных глубинах и облавливать разные горизонты, в принципе, вообще ничего не меняя. И еще одна фишка, которую мы постоянно тоже во время там пала, во время соревнований пользуемся. Можно же не только поднимать и опускать удочку, можно еще и диаметр лески менять, диаметр плетенки. Если ты вместо полторашки с достаточно крупным крэнком поставишь леску два с половиной, то лететь по дальности будет примерно то же самое, а пойдет он вообще там на двух с копейками, я так думаю. И мы этим тоже часто пользуемся. Мы часто пользуемся еще, например, шестиметровый крэнк, тонкая леска 1,1,2, супердальний заброс по ветру. Я так предполагаю, что если ветер такой приличный и хорошо положить на ветер, то дистанция около 70-70 с копейками метров. Вот мне при этом, при тонкой леске единицы и крэнке, идущем на 6 метрах, удалось его загнать на глубину 8,5 метров. То есть на глубине 8,5 он за дно задевал. Поэтому крэнки, ну, обширная тема, и в зависимости от того, какие снасти ты используешь и что ты делаешь, ты можешь вообще очень широко ей работать. Просто как бы ты только что сказал, что флюр, он тонущий, ну, тонущий, правильно? И воблер, соответственно, быстрее может набрать глубину в какой-то определенной точке. Слушай, в теории, да, в теории, да, но на практике не получается, потому что какой бы охрененный крэнк не был, как бы он хорошо не летел, но с мульта, с флюрокарбоном крайне сложно кинуть где-то дальше 45-47 метров. И как бы здесь уже нас дальность обрезает. То есть нам лучше прибавить еще 20 метров, если мы можем встать на точку и кидать по ветру. И мы достигнем большей глубины, нежели чем мы будем использовать тонущий флюр, но кидать короче. Вот, поэтому мы, поэтому мы всегда выбираем плетенку и, ну, экспериментируем уже с, там, положением палки. Достаточно часто, а, ну как мне еще удалось достичь глубины 8,5 метров на 6-метровый крэнк, я еще 2 трети спиннинга под воду отпустил. То есть, ну, но по крайней мере это сработало. И так мы поймали там какое-то количество рыб. Я вот точно помню одну из самых крупных рыб турнира, которая позволила нам в итоге победить в этом турнире. Мы как раз поймали таким образом. Была большая глубина, я запихнул удочку под воду, именно там произошла поклевка. То есть я когда удочку из воды доставал, там уже рыба сидела. Андрей, скажите, какие выявили на своей практике реальное преимущество премиальной резины, допустим, K-Tech по сравнению с бюджетом, например, Тиога? Ну смотри, ну как бы не только я один, ну вот там был вопрос по поводу спорта и по поводу, что дает этот спорт и что получается, что выходит из спорта. Я хотел на него отдельно отвечать, но в принципе ты хорошо задал и хорошо подвел к этому вопросу. Схема следующая. Турнир такой крупный, когда участвуют в нем 60 там лучших или одних из лучших рыболовов России, он, я считаю, что вообще отсеивает шелуху. То есть там кто-то что-то на какие-то там вабики ловит, ну условно, я не знаю, кто-то какие-то другие приманки использует, там кто-то мандулу в холодной, в теплой воде, а потом есть победители. У этих победителей есть камеры в лодках, можно посмотреть, на что они ловили, на что они добились результата. И когда ты собираешь этот анализ за сезон, за два, за три, я всегда просматриваю, смотрю, на что ловили другие спортсмены, тоже на это ориентируюсь. И, ну я не знаю, получается, тупо смотри, самые крутые приманки, одни из фаворитов, это Swing Impact в размере 4,5 дюйма, Swamura One Up Shed в размере 5-6 дюймов, Gumbler, вот Gumbler самый дешевый, наверное, в размере тоже 5-6 дюймов, Easy Shiner в размере 4,5 дюйма, Lanker City относительно недорогой, Shaker в размере 4,5 фута дюйма, ну, как бы, теоги в списке нет. Вот, поэтому... Еще один маленький вопрос. А? Почему поэтому? Блин, не, ну ловила бы она круче, но была бы она в этом списке, куда бы ей деться. Куда дели теогу? Прячут по карманам, видно. Винокль надо хорошее. Пересыпают. Да не, у каждого, у каждого камеры там, ну куда ты что-то денешься, на то, что ты поймал, на то, что ты поймал. Сейчас, секунду, договорим. Андрей, еще, как вы относитесь к нестандартным приманкам? Вот, допустим, у молодого человека классный результат показал спиннербейт. У меня неожиданно совершенно на соревнованиях классный результат показал цикаду. Просто случайно применили, и казалось уже бы с мертвой точки за 30 минут 4 щуки, второе место. А до этого, ну, пару щук на кейтэч поймали, и все, молчок. У вас были такие случаи? Ну, сложно мне сейчас вспомнить именно такие случаи, потому что мы все-таки, смотри, как получается, если ты это придумал прямо на соревнованиях, ты такой, оп, что бы цикаду не поставить? У нас была точка на территории Комшора, то есть перепад глубин с 2 до 7 метров. Значит, вышли на эту точку, поймали пару щук на кейтэч, потом, что только не ставили, ноль. Плыть, в принципе, было некуда, все перспективные точки были заняты. От безвыходности ставим безымянную цикаду, кислотную, и с точки 34 щуки. Сам бы не поверил, не видел бы. Слушай, смотри, ну, когда-то, когда-то, еще буквально лет 5, может быть, 6 назад, таким удивлением для всех были крэнки. Это сейчас, типа там, а, что там, на крэнке, понятно, теплая вода, надо крэнки использовать. У другой команды крэнки выступили. Да, а тогда все ловили там только на джиг, кто-то ловил там менохами, кто-то диповыми менохами ловил. И мы с Андрюхой Живиным были там либо первые, либо одни из первых, кто в теплой воде попробовал крэнки, и мы были просто в шоке. То есть, когда температура воды там выше 18 или даже 20 градусов, ты ловишь реально джигом с точки там одну рыбу, а можешь вообще ничего не поймать. Ставишь крэнк, попадаешь в оптимальный горизонт, делаешь все правильно, когда крэнк периодически задевает дно, и ты ловишь там еще две рыбы или три рыбы. Это просто было откровение. Тогда крэнк был нечто таким, не знаю, там, элитарным, или там, ну, закрытым, секретиком. Это сейчас как бы все на крэнке ловят. А в принципе, вот тот пример, который ты мне сейчас с цикадой привел, все то же самое, один в один, только было с крэнком. Ратлины используете? Ратлины используем, но пока в число фаворитов они, в число фаворитов не попали. То есть поклевывает, рыба попадается, но крэнки вот, а ратлины как бы, ну, нет, они вот так как бы там бывают, но пока не стреляют. Мандула очень хорошо работает, но только в холодной воде. Кстати, ребята, вот кто-то говорил по поводу того, что и в теплой воде работает. Не знаю, мы в теплой там, все спортсмены там, после того, как в холодной воде хорошо отловятся, да, надо и в теплой, в теплой, вот еще по старой памяти пробуют, тоже бывает в теплой, в теплой, ну, там какие-то суперскромные результаты. А когда температура воды на грани замерзания, там 2 градуса, 3 градуса, ну, наверное, максимум около 4 градусов, просто бывает, ну, шикарно клюет на них. Нужен вопрос. Разрешенные приманки для спортсменов и запрещенные разделения, на что можно ловить, на что нельзя? Или на чем можно? Ну, я последние 6 лет участвую только в ПАЛе и в международных соревнованиях, чемпионаты мира. Ну, и коммерческий турнир, крупный, например, коммерческий турнир в Испании по ловле баса, когда там собирается 130, 120, 140 экипажей. Я знаю эти правила. Я, ну, на данный момент не владею правилами российского официального спорта. Но у нас везде отводной разрешен. По-моему, в официальном российском спорте отводной запретили, да? Запрещен. Уже разрешено? Ну, короче, чехарда, как обычно. В ПАЛе разрешен, да. В ПАЛе главное, чтобы у тебя одна приманка была, только одна приманка была оснащена крючками. Чтобы ты гирлянду не вешал? Джиг и отводной запрещен. Да, джиг и отводной запрещен. В ПАЛе, ну, как это, собственно, и там на крупных международных турнирах, разнесенные оснастки можно. В Америке также разнесенные оснастки можно. Конечно, дропшоты, конечно, Каролины. Ну, в нашем российском понимании это отводной поводок чаще используется. Ну, вот, основные дискуссии, наверное, эти оснастки вызывают, а эти разрешены. Можно вопрос, да? Мнение о джиг риге. Плюсы-минусы. Джиг риг? Я пробовал, ну, поймал какую-то рыбу, но чтобы прям делать какие-то выводы, ну, не готов. Отводной реально круто работает там. Если отводной не работает, можно джишком половить. Если джишок заткнулся, можно отводной поставить. Ну, джиг риг. Джиг риг я... Мы когда были в Японии, когда с графит-лидером работали, кстати, над серией Аспра, они возили нас на озеро Биво, мы там ловили баса, и там была прикольная рыбалка, потому что общая глубина в водоеме 4-5 метров, там, 3 метра, при этом метр воды, а все остальное – это лабиринты водорослей. Но лабиринты водорослей Бестина, а такие достаточно грубые водоросли. И днем они говорили, по крайней мере, что бас вообще не вылазит на поверхность. И мы пробовали его и на поверхностные, и на минохе, и на кренке. И вот тогда лучше всего работал джиг риг. И джиг риг работал только лучше всего, потому что местами эта трава была очень плотная. И чтобы ее пробить, мы использовали там 14-граммовые груза, 20-граммовые груза. И эта пуля хорошо прошибала и утягивала за собой приманку. То есть схема ловли следующая. Ты недалеким забросом, 5-10 метров забрасываешь этот джиг риг. Он под своей массой, и потому что он складывается и хорошо проходит через всякие препятствия, он пробивает этот ковер, он падает на дно. Ты вот так вот леску немножко натянул, так что-то пошевелил там два раза. Если не клюнуло, все сразу выматываешь, забрасываешь в другую там либо дырку, либо какой-то участок. Вот в той ситуации джиг риг был разумен. Это как бы логично. Я когда думаю над той или иной оснасткой, я всегда пытаюсь оценить с разных сторон. Со стороны рыболова, со стороны рыбы, со стороны, как это вообще сочетается в той концепции водоема, где ты находишься. Просто так полоскать джиг риг, а бы где, наверное, прикольно, наверное, здорово. Но так можно на многие оснастки ловить. Можно и спиннербейтом зимой на москварике ловить. И я уверен, что наверняка что-то поймаешь. Просто рыбалка, она такая, что что-то ты поймаешь. Бывает меньше, бывает больше. Но вот только какие-то реально крутые темы, которые заставляют рыбу даже в неактивной фазе клевать. Вот они выстреливают, да, они на слуху о них говорят. А так приманок огромное множество и поймать можно, ну реально, на многое что можно поймать. Андрей. Да. Вопрос про мультипликаторную снасть. У всех, у кого спрашивал, не знают ответа. Ты участвуешь в международных соревнованиях. Почему все профессиональные басятники, американцы, пользуются праворукой? То есть, если человек праворуки, снасть, удочку держат в левой руке, а крутят правой рукой мультипликатор. Чем это обусловлено? Так повелось с детства. Это традиции? С детства. Это традиции. Просто он родился, ему папа дал мульт с такой ручкой. А дедушка дал папе? А дедушка дал, ну когда там именно произошло, не знаю. Японцы тоже самое, да? Вот по поводу японцев не знаю. Ну предполагаю, что логика должна быть примерно одинаковой. Но американцы точно этот путь. То есть, у них не обуславливается, не объясняет каким-то практическим. Он не выбирал. Его так научили. Да, так получилось просто. Просто это была катушка, он такой, это катушка, это ручка, за ручку надо крутить. Пяткой крутить неудобно, там левой рукой тоже, буду крутить правой. Удобно вроде. Ты левой крутишь? А? А мясорубку крутят левой. Да. А этот же человек мясорубку крутит? Если мы, нет, сейчас, секунду. Если мы говорим про профессионалов и про людей, более-менее разбирающихся, им вообще плевать. Они и вот так могут кидать, они берут другую снасть и вот так вот кидают. Если он кидает направо, он крутит правой рукой, если он кидает налево, он крутит левой рукой. Они владеют обоими руками одинаково эффективно. Про профессионалов это отдельная история. А любители у них действительно чаще работают правой рукой, и это повелось еще до дедушки. Андрей, а это не способ просто разгрузить себя? То есть, босятники тренируются очень много, даже относительно павла. То есть, крутишь ты правой рукой, у тебя работает другая половина организма, левой. Я просто сам пробовал такое делать, и в принципе, есть определенная разгрузка. Если ты 10 часов ловишь, это достаточно сложно. Может быть, может быть, но хочу развеять некоторые мифы, они не боги. И я видел не одну трансляцию, когда там стоит профессионал, он ходит там в топ-25 по басмастеру, и он такой так нацелился, стоит перед мостом, такой у него крэнк, первый заброс хера как в опору. Такой все, такой выдохнул, вымотал, реально это прямая трансляция была. Второй заброс в опору, и третий заброс тоже пошел в опору. Вот три заброса подряд, нет, это исключение. Они очень круто владеют техникой, но я хочу сказать, потому что это тоже люди, и бывают какие-то срывы, может, у него там внутри вообще там черти знает, что происходило. Поэтому, да, они владеют лучше снастью, они вообще крутые, они владеют разными техниками, они ловят тоже, как правило, больше, но бывают такие косяки забавные. Не, но это забавно, то есть, накосячить может любой, у меня тоже бывают косяки, это нормально. Как бороться с волнением, когда у тебя рядом сидит, ну это канал Пала, допустим, у тебя рядом сидит человек с буром в лодке для сильней рыбалки, как вот с этим лодки не обладают? Смотрели в прямой трансляции, очень было любопытно. Что за человек с буром? Елисеев. А! Да не, Димка круто ловит на спиннинг, и как бы то, что он максималист, в принципе, как и я. Мы во многом максималисты, он там, ну, занимается много чем, мормышкой занимается, летом спиннингом занимается. Если он чем-то занимается, он хочет досконально в этом разбираться. То, что он чемпион мира по мормышке, это, ну, лишний ему плюс. Это тот пункт, тот пункт, который говорит о нем, что он, он очень упертый, он очень старательный, и он всегда хочет идти до конца и действует на результат. И эти его навыки, они нам потрясающие. Не, ну, бывали сложные у нас, конечно, моменты, ну, не просто, когда крупная рыба сходит, но, что поделаешь, так вот, так вышло. Волнение, а как борец? спиртное, таблетки. Да нет, никакого спиртного, конечно. Да, только тяжелые наркотики. Андрей, Андрей, да, вот. Не знаю, как бы каждый сам борется, я никак не борюсь, пытаюсь, чтобы оно прошло куда-то. не знаю, но, кстати, про Елисеева, не помню, вроде бы, это Павловский турнир был, Сызрань, финальный этап, да, да, крупная щука. Да, это там же. Да? Да, там же. Насколько она была крупная по вашим процентам? Ну, сложно ее оценить, потому что я ее видел на расстоянии где-то 4 метра, но она была на поверхности, она уже болтала башкой, но, я думаю, 12 стопудово в ней было, а могло быть и 15. Вот такие оценки. А приманка? А приманка была, блин, то ли Изи Шайнер 4,5, то ли Свин Компак 4,5. Вот сейчас вот вылетело у меня. А? То ли Тиога, да. Тиога, Тиога. Поэтому сразу с фаворитов она ушла, да? Спасибо. Андрей, можно вопрос? Да. Что касается проводок, джиг, интересно, как в зависимости от активности рыбы, как вы вот это варьируете, груз с головки, там, чебурашка, груз, вот это вот интересные моменты. Укропнение приманок силиконовых, либо наоборот, уменьшение. Вот это интересно было бы. Ну, какие-то секреты проводок, там, может, какие-то нюансы расскажете. Спасибо. Ага, я понял. Ну, вообще, шикарная, очень объемная тема, и мы как раз подойдем к приманкам. Я расскажу, в принципе, какие у нас самые рабочие монтажи. Основная схема, в моей голове видится следующая. чем холоднее вода, тем деликатнее должна быть проводка. И, как правило, в холодной воде хуже работают в джиге, именно в джиге. Какие-то резкие движения, там, подбросы, либо что-то вот такое вот быстрое. Ну, поймать можно, но чтобы поймать больше всего, надо помедленнее действовать, поаккуратнее. И, что интересно, эта закономерность, ну, на мой взгляд, эта закономерность, она напрямую связана и с воблерами тоже. То есть, летом мы ловим гораздо более агрессивным твичингом. Когда вода температуру 2 градуса, 3 градуса, то, как правило, и пауза не полторы секунды, а там 3 секунды, после трехсекундной паузы может щука тоже атаковать. То есть, как правило, базис – это чем холоднее вода, тем медленнее и деликатнее проводка. И, ну, как правило, тем легче стоит использовать груза при прочих равных. Что касается разных приманок, ну, я знаю то, что, да, там в вашем регионе на той же Кубани, на небольших реках степных преимущественно все смещено к размеру 2 дюйма, там, 3 дюйма, ну, 4, наверное, уже реже гораздо, да, используете? Heavy, 4 Heavy, понял. Блин, о чем же нам поговорить-то? Ладно, я такие тут же головки набрал, в ней 45, по-моему, да, 45. Не, ну, на Волгу, на Нижнюю. Можно дополнив, как бы вопрос это? Я тоже хотел похожий вопрос, да, перед седатом. Значит, в наших условиях 90% джигитов охотятся за судаком преимущественно на водоемах, как ты сказал, степники, да, это степные реки, которые, по сути, реками практически уже не являются, это каскад прудов, можно сказать, благодаря дамбам, ну, в среднем, примерно, они перегорожены километра через 3-4. Вот, глубина максимальная от 2, скажем, до 4, ну, есть чуть больше, есть чуть мельче водоемы. При этом, люди, которые ловят, у нас разделились на 2 лагеря. Ты немножко зацепил тему, скажем так, сленга, да, рыболовного. У нас на нашем сленге называется один лагерь пиписочники, другой лагерь это гавривы. Первая категория ловит на веса, ну, наверное, от полутора до трех, четыре, шесть, это хэви с приманкой, три дюйма, три с половиной, это уже хэви. Вторая часть, начиная от восьми грамм, спокойно ловит, там, и до 14, до 18, до 20. И при меня, ловит, Толик, ловит. Вот, видите, вот, по этому поводу, Андрей, у нас часто возникают, там, жаркие споры, ловят и те, и другие, ловят и зимой, и летом, и на полтора грамма, и на 16 грамм, и на резину 2 дюйма, как ты сказал, и на резину, там, 5 дюймов, я иногда ловлю, часто бывает, и ловлю, и на крупный поролон. Вот. Что? Да, я ловлю Гаврила стайлом, да, это мой стиль. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что в этих же условиях я ловил раньше и Финезами, и всем остальным. У нас, вплоть до того, что, да, если мы сейчас говорили о снастях, народ ловит легкими весами удочками ставридными, мебаровыми морскими, японскими, вплоть, вплоть, Андрей, до форелевых удочек, ну, другие ловят всем остальным, там, басовым, лососевым, и всем остальным. Вот, поэтому, как бы, интересная тема была затронута, поэтому я хотел бы задать, какая тема тебе ближе в обозначенных условиях, какую бы ты снасть применил, да, при этих глубинах, это, можно сказать, стоячие водоемы, течения нет, вот, какое бы ты предпочтение сделал в снастях, в весах и в размере приманок? Хорошо, сейчас подумаю. Ну, конечно, многое зависит от условий ловли, многие реки с большим количеством камыша. Ну, камыш береговый. Ну, да, береговой, но он, как бы, насколько это отходит от берега, да? То есть, не... Нет, я понимаю, но используют для этого более длинные удочки, чтобы как бы вдоль камыша ловить или на это не обращать внимания? не осознанно ловит, если направлено ловит вдоль берега, да, тогда береговый длинный удочек и может весной гнуть вдоль берега. Ну, вот, да, это как бы, опять же, разное направление. Если мы не отталкиваемся от каких-то вариантов ловить вдоль берега, то я бы выбрал какую-нибудь удочку длиной, наверное, там от семерки, от семи футов до 75-й, может быть, 76-й, 77-й длины. Какую выбрать? Солидовой вершинкой, там, табуляр или... Ну, форелевую я бы не взял, это другое направление. Я бы выбрал какое-то такое удилище, но если груза там 2-3-4 грамма, палочку бы взял, ну, наверное, с пожестче комлем, чтобы так классно и судачка просекать, и, ну, в моем типаже, там, что вот Аспра, что Экселон, который я с собой привез, некоторые модельки, ну, я люблю так, больше хардкора, люблю больше, когда есть запас, есть запасы в комле и в средней части, поэтому я бы взял, возможно, даже, наверное, с таким солидовым активным кончиком, но при этом такой колышек, вот, думаю, такого типажа. Вот немножко не в этом, ты бы сам ловил бы на 2 грамма, вискория, вот такие, которые я описывал. Да, ловил бы, а почему нет? В моей жизни были разные водоемы, разные соревнования, да и, как бы, при чем здесь только соревнования? Я помню, как там мы выигрывали, я выигрывал, когда мы использовали твистеры в размере 2 дюйма, 2,5 дюйма, джиг-головочки 0,8, 1,2, 1,8, там тоже 2 грамма, 2 грамма тяжелая уже была, 0,8 мы тогда, такая самая ударная была 0,8, когда тебе в лоб дует встречный ветер, такой 6-7 метров в секунду, ты стоишь там между этих кувшинок на 0,8, там не, ну прикольная рыбалка, да, спортивного окуня ловили, ну и прикольно, здорово, классно, да не, прикольно, легкая снасть, небольшие груза, и при этом, ну для этой снасти килограммовые рыбы, это вообще отлично, то есть это реально, ну это реально ощущение от вываживания, там удилище гнется, это ну круто, мне нравится. А почему соли, соли, на упалку взяли, табуляры соли, да можно и табуляры соли, ну кому что больше нравится, я просто вспоминаю, я просто вспоминаю, у там того же мейджора, есть линейка N1, палочки N1, и там есть одна, которая, которая я достаточно часто ловил в том сезоне, она вот такая вот, действительно очень жесткая, в средней части и в комле, но она с солидовой вершинкой. И они морские получаются, да? Да, они морские, да. Такая жесткая, средняя часть и жесткий комик. А сейчас вам микрофон дадут. Мы разговариваем про высокомодульный графит и смотрим, ребята ловят на Волге. На Волге ловят палками, там допустим 10 и 6 грамм, у него тестовка нижняя, они 30-ками, то есть работают спокойно. И как бы не хотелось бы, ну допустим, есть зоны, которые надо перекрыть, допустим, мне надо 20-30 грамм, эту зону я хочу перекрыть, но мне подходит больше всего, допустим, ну из графит-лидера, допустим, возьмем, мне Сильверада подходит. Могу я его перегрузить до 30, просто чтобы для меня это не было, ну, летом. Не, Сильверада в такой концепции, что оно не предназначено для перегруза. Это такие утонченные, легенькие палочки, которые, которые дарят максимально острые эмоции. Но если мы говорим о перегрузе, мы должны знать, что другие модели и другие линейки, они предназначены для перегруза. Сильверада не предназначена. Ну, палочкой там 98 грамм весит там. Ну, а примерно краш-тесты делал. Краш-тесты делал. Краш-тесты делал. Для аспра, допустим, у меня, ну, похвастаюсь, есть там 50 аспра. Ну, я имею в виду 50 грамм. Это хэви, там, как говорят. Там, я не знаю. Хотелось бы узнать, ну, у нее максимальная нагрузка на нее, ну, 60 грамм. До 50, который? Да, у нее до полтинника. Примерно 10 процентов перегруза держит легко. Спасибо. Вот. А по поводу того, как я отношусь к снастям, я обожаю испытывать пределы. И, ну, это мое все. Да, я могу там палку до 28 грамм нагрузить 50-граммовым грузиком и посмотреть, что из этого получится. Потому что мне интересно, потому что это приводит к пониманию, что палка может. И приводит к пониманию, что мы дальше делаем. Мы где-то там увеличиваем мощность или мощности достаточно. Терпит она перегруз или не терпит она перегруз. Кстати, на Сильверада до 20 грамм, которые я поднимал, просто вот так вот поднимал на обрывистый берег щуку. Ну, в ней было где-то кило с копейками. Вот. Но, в принципе, для этой палочки, ну, это была прикольная такая нагрузка. Нормально. Было нормально. Кстати, где-то есть в Ютьюбе ролик, этот момент там есть. Ну, с ней все хорошо, там с фурнитурой что-то, ну, зажали, с фурнитурой с экономикой. На Сильверада. Почему? Ну, картошкой держать, а срочно можно было. Да нет, это такая концепция. Кому что больше нравится. Кто-то любит, когда, там, не знаю, рукоятка максимально тоненькая, максимально гладкая, когда там нет Евы. Кто-то любит с Евой. Именно поэтому сейчас такое большое, такое большое количество разных удилищ. То есть, не нравится, возьми вот это, не нравится этого. Нет, там всего 4 модели. Сейчас уже 4 модели, да, изначально она поступила на российский рынок, там было 2 модели, сейчас 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова